И первая его гастроль была, знаешь куда? Куда? В Ригу, во дворец спорта, в Ригу. Он был в Ригу, там пять тысяч мест в зале. Поставили аппарат. Бакар впервые вышел на сцену дворца спорта, восьмидесятый год. Открыл рот, и когда он увидел, что пять тысяч человек с ним вместе орут этот ебучий поворот, никаких там триста, знаешь, в зале института какой-нибудь там химии, блядь, в Москве. А пять тысяч ебанутых, и на улице стояло там тысяча человек. Понимаешь? Тут он понял, что такое его значение в жизни советской молодежи. А то, что он числился при этом в театре, это хуйня все. Числились они в театре, но они не работали ни одного дня там. Вот я его туда затащил, а он боялся идти в Росконцерт, не хотел. Он просто не помнит нихуя. Он как всегда не помнит, как и Пугачеву не помнит, что я на работу ее нанимал. К Свободкину. Я говорю, пизда, я же тебя прослушивал, блядь. В гостинице, как эта хуйня называется, гостиница на Ленинградской, что ли? На Дмитрий вокзал. Не помнит нихуя. Я ее распевал. Слабо пчел. Так что очень много интересного было. Ты понимаешь? Ну давай. А это в каком у тебя будет, как это сказать? Ну в каком формате? В таком же, как ты голос или другой какой-то формат? Ну, как и у предыдущей книжки про машину времени, я же тебе дарил, по-моему. Ну что же, я буду читать, что ли? Логично. Книжки не за тем, чтобы... Да, это и надежда, что не будет. Старик, застыжь, блядь, не на боках, чтобы я твои книги читал. Слабо пчел. Слабо пчел. Слабо пчел.